Когда-то оживленный монтажный путепровод теперь практически пуст. На виадук поднимаются только рабочие. Они демонтируют асфальтовое покрытие и барьерные ограждения. Это первый подготовительный этап ремонтных работ. Затем можно будет приступать непосредственно к замене аварийных несущих балок. План ремонта и контрактные сроки определены, но свои коррективы в процесс работы вносит то, что под виадуком расположены железнодорожные пути. Часть работ, а это именно те пролеты, которые находятся над железнодорожным полотном, нужно будет производить в окна, которые будет нам давать железная дорога. Вопрос согласования этих окон, конечно, он может все-таки повлиять на время выполнения работ, на сроки. Виадук был востребован не только у водителей, но и у пешеходов и велосипедистов. Если автомобильное движение перекрыто полностью, то перейти путепровод пока можно. Однако в скором времени мост будет полностью закрыт. Но по настоянию администрации Заречного будет организован альтернативный переход железнодорожных путей вблизи монтажной проходной. Есть договоренность с железной дорогой о том, что они сделают проход через железнодорожные пути и должны это сделать по тем срокам, которые договаривались до конца этой недели. Тогда движение пешеходов и велосипедистов будет осуществляться как раз по этому проходу через железнодорожные пути, а путепровод окончательно будет закрыт. В рамках реконструкции планируется заменить 22 несущие балки моста, асфальтовое покрытие, ограждения и световые опоры. Работы должны быть закончены летом 2020 года. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».